Мы говорили про масштабные проекты, которые сегодня реализуются на освобожденных территориях. И в этом контексте я бы хотела поговорить про вопросы военного строительства. 24 декабря в рамках своей поездки в поселок Гадрут Ходжавенского района вы приняли участие в церемонии открытия новой воинской части, нового воинского формирования сил-команда. И там вы отметили, если позволите, я бы хотела процитировать, самое большое значение этой воинской части заключается в том, что после войны мы не остановили процесс армейского строительства, не сократили, а наоборот увеличили расходы на армию. Почему это так важно и как будет проходить процесс военного строительства в предстоящие годы после победы Азербайджана в Отечественной войне? Вопросы военного строительства всегда занимали первостепенное место в моей повестке с учетом факта оккупации. Эта тема всегда доминировала и в моем рабочем графике, и в публичных выступлениях, и в моих контактах с моими коллегами. Естественно, это была тема, которая объединяла весь народ, и мы все стремились к тому, чтобы обеспечить восстановление территориальной целостности Азербайджана. И не случайно всегда, когда мы рассматривали и готовили государственный бюджет, я всегда давал указания, что самые большие расходы должны быть на военное строительство. И наряду с другими факторами это доказало свою правоту. Что касается нынешнего этапа, я об этом говорил, и вы совершенно правильно вспомнили мои слова, что мы не должны останавливаться по многим факторам. И в первую очередь потому, что в Армении, к сожалению, сильны реваншистские настроения и во власти, и в оппозиции, и в обществе. И мы это видим, к сожалению, и в реальной жизни. Не далее, как вчера была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих, совершенно немотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай, который происходит после войны. И, к сожалению, все предыдущие наши ответные действия карательного характера до сих пор не стали уроком для Армении. И вчерашний случай не был исключением. Вооруженные силы Азербайджана предприняли решительные действия, чтобы покарать преступников. И в результате, по данным, которые я получил сегодня, от министра обороны, от 6 до 8 военнослужащих вражеской стороны были уничтожены. И многие ранены. После того, как это произошло, через какое-то время армянская сторона стала очень настойчиво просить прекращения огня. Но они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда просто так им не сойдет. И несмотря на многочисленные просьбы и мольбы, я бы сказал, армянской стороны, с подключением миротворцев российских, хотя это произошло не в зоне ответственности российских миротворцев, это произошло на границе, в кельбаджанском направлении, в 21.30 мною была дана команда министру обороны прекратить огонь и позволить армянской стороне забрать многочисленных раненых. То есть вот этот случай и также случаи, которые случались и до того, заканчивались так же. То есть преступление, провокация, подлая провокация из-за угла, карательные действия азербайджанской стороны, мольбы о прекращении. И в результате вновь Азербайджан проявил гуманизм, но только после того, как мы посчитали, что наша карательная операция должна быть закончена. Вот этим, собственно, и объясняется то, что мы продолжаем военное строительство. Тут несколько есть аспектов. Первое, во время войны, конечно, мы использовали большое количество боеприпасов, которые мы должны сейчас восстановить. И заключенные новые контракты, как раз это нам обеспечивает, уже идет поставка вооружений и боеприпасов. Следующий момент, это приобретение современных систем вооружения разного характера. Мы всегда этому уделяли большое значение, поскольку военные технологии развиваются, и мы всегда хотим приобретать самое лучшее. И, как вы знаете, в количестве желающих поставить нам оружие у нас проблем нет. И третье, повышение боеспособности вооруженных сил. И Вторая Карабахская война, помимо Великой Победы, это еще и большой опыт ведения действий. Это проверка вооруженных сил в деле, не на учениях, а в деле. И эту проверку наши вооруженные силы прошли с честью. Но, тем не менее, Вторая Карабахская война также и показала, что нам надо дальше делать. То есть, какие элементы военной инфраструктуры либо не были нами задействованы, либо задействованы очень в ограниченном формате, либо были уязвимы. Это тоже очень большой опыт. Но больше того, что я сказал сейчас, я сказать не могу по понятным причинам. И создание сил команды это только один из элементов совершенствования нашего военного потенциала, но очень важный. И этот процесс начался, и, как я уже сказал, будет продолжен. Силы специального назначения проявили себя с самой лучшей стороны во время Второй Карабахской войны. И я об этом неоднократно говорил. Поэтому совершенствование этих сил, а также создание новых сил специального назначения, это та необходимость, которая диктуется ситуацией. Речь идет о попытках реванша. Речь идет о том, что мы не знаем, что будет через год, через два, через пять лет. Сегодня армянская армия полностью в разрушенном состоянии и не способна противостоять нам еще даже в большей степени, чем это было во время Второй Карабахской войны. И мы очень пристально следим за всеми попытками военного строительства в Армении и своими силами, и с помощью их партнеров. Поэтому откровенно и открыто я говорил, что если мы увидим хоть малейшую угрозу нашей безопасности, эта угроза будет немедленно уничтожена. А где бы она ни находилась, на какой глубине территории Армении она бы ни находилась, мы ее просто уничтожим. Это все должны знать и понимать, и в первую очередь армянское руководство. Таким образом, в результате тех действий, которые мы предпринимаем, азербайджанские вооруженные силы будут еще более мощными, чем это было продемонстрировано во время Второй Карабахской войны. Хотя и то, что мы продемонстрировали, как все уже знают, вызвало, я бы сказал, такой нескрываемый восторг и у специалистов, и у общественности многих стран, и неожиданный, и нескрываемый восторг, и, конечно, чувство гордости у нас, у каждого. Но и одновременно мы не должны, как говорится, подчевать на лаврах, не должны зазнаваться, не должны повторять ошибок армянской стороны, которые мнили из себя великих воинов, но оказались великими спринтерами, установив новые рекорды в спринте. Конечно, этого не произойдет, но тем не менее, сейчас мои действия, в том числе и в рамках военного строительства, нацелены на то, чтобы не выходить за реалии. Мы сделали то, что было нужно, сделали достойно, честно, справедливо и должны думать о будущем, о том, чтобы вооруженные силы Азербайджана могли оберегать наш народ и наше государство от всех возможных угроз. И думаю, что послевоенный период, а за этот год произошло масса событий, и не только в отношениях с Арменией, продемонстрировал, что мы можем достойно за себя постоять.